Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Хочу представить вашему вниманию доклад на тему возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике опухолей костей. Прежде чем говорить о возможностях магнитно-резонансной томографии, следует отметить преимущества данного метода. Они заключаются в следующем. Это точная визуализация структуры опухоли, изменение костного мозга, более четкая визуализация мягкотканного компонента, более точное определение границы опухоли в костномозговом канале. Также применение различных программ, в том числе диффузионно-звешенных изображений и динамического контрастного усиления. Ну и, конечно же, стоит отметить отсутствие лучевой нагрузки. Диагностически значимые критерии оценки патологических изменений опухоли костей заключаются в следующем. Это локализация, деструкция, то есть ее наличие и отсутствие контуры, структура изменений, перистальные реакции, мягкотканный компонент, локальное распространение и оценка прилижающих тканей. Ну, сегодня, наверное, уже многие говорили о важности возраста и локализации образования непосредственно подлиннику трубчатых костей. Но, к примеру, конвенчуал остеосаркома в 90% случаев это эпипетафиз длинных трубчатых костей, особенно в области коленного состава и проксимального отдела плечевой кости. Но помимо локализации подлиннику следует отметить и классификацию локализаций по поперечнику кости. В частности, это центральное расположение. На правой половине слайда продемонстрировано центрально расположенное образование с четкими контурами, однородной достаточной структурой. Дольчатость некоторую видим, кортикальный слой сохранен. В данном случае это хондросаркома G1. На левой половине слайда также представлено центрально расположенное образование, но уже простая костная киста. Далее демонстрация эксцентричного расположения и субкортикального. На правой половине это фиброзно-кортикальный дефект, в частности, это аниосифицирующая фиброма дистального отдела большеберцовой кости. А на левой половине слайда это тоже хондросаркома G1 с субкортикальным ее расположением в дистальном метафизе бедренной кости. Интракартикальное расположение. В данном случае девочка 10 лет предъявляла жалобы на выраженный болевой синдром. Мы выполнили магнитно-резонансную томографию и видим непосредственно интракартикальное образование. В проксимальных отделах эпифиза большеберцовые кости, которые разрушают картикальный отдел, выходят в мягкие ткани с выраженным отеком костного мозга, с выраженным отеком приезжающих мягких тканей. В данном случае мы высказались о остеоид-остеоме и гистологически это подтвердилось. Далее также следует отметить параосальное расположение образования поверхностно распространяющейся остеосаркомы. В данном случае это переостальная остеосаркома дистального метафиза бедренной кости. Мы видим разрушение эндостальной выстрелки, разрушение переоста, наличие мягкотканного параосального компонента. В данном случае гистологически это подтвердилось. Также хотелось бы продемонстрировать данные интересные случаи. На рентгенограммах мы видим достаточно крупное поражение дистальных отделов бедренной кости с наличием выраженной осификации и высказались по поводу остеогенной саркомы. Выполнили магнитно-резонансную томографию, также подтвердились большие крупные осификаты в прилежащих мягких тканях параосальных. Но помимо этого есть еще участки жировых характеристик, достаточно крупные прослоечки. Тем не менее, мы рекомендовали выполнить биопсию. Выполнили, подтвердился, выявился диагноз, достаточно редкое генетическое заболевание. Это осифицирующий фибролипоматоз. У пациента 30 лет с достаточно длительным, кстати, анамнезом следует отметить. Далее оценка протяженности. Стоит продемонстрировать возможности магнитно-резонансной томографии в оценке протяженности опухолевого поражения по костно-мозговому каналу. Существует ряд работ, которые, в принципе, доказали эффективность и чувствительность данного метода магнитно-резонансной томографии. На данном слайде продемонстрированы сравнительные характеристики рентгенографического исследования, компьютерно-томографического и магнитно-резонансного, где мы видим, что помимо основного очага, также еще имеется распространение на 5 см в проксимальне по длиннику кости. Далее поговорим о контурах образования и возможности визуализации магнитно-резонансной томографии. В данном случае это ребенок 9 лет с выжженным болевым синдромом, выполнили магнитно-резонансную томографию и видим четко очерченное образование с склеротическим контуром в эпифизе ведренной кости. В данном случае это хондробластома. Далее гетерогенный контур, то есть помимо того, что мы можем визуализировать четкий склерозированный контур, также имеются контуры стертые и так называемые литические. Структура основного образования, кстати, достаточно интересная. Это многочисленные ячейки с уровнем и наличием солидных компонентов. Высказались по поводу гигантоклеточной опухоли со вторичной невризмальной костной кистой, что, в принципе, подтвердилось гистологически. Литические контуры достаточно хорошо визуализируются при помощи магнитно-резонансной томографии, точнее его отсутствие, потому что на фоне отека он практически не определяется. В данном случае это остеогенная саркома, остеобластическая дистального методиафиза ведренной кости у пациента 20 лет с выраженным параосальным мягкотканным компонентом. Далее поговорим о картикальной деструкции, ее классификации. Первое, что стоит отметить, это полная картикальная деструкция. Она характерна для высокодифференцированных образований, для доброкачественных образований, а также для эзофинной гранулеми и гистиацитозе. В данном случае мы видим очаг деструкции лопатки с разрушением как внутренней картикальной пластинки, так и наружной. В данном случае это гистиацитоз из клеток Ларгенганса. Далее идет частичная деструкция картикального слоя. На противоположном стороне слайда визуализируется достаточно большая по протяженности опухоль в диафизе плечевой кости с наличием частичной картикальной деструкции. Мы видим, вот здесь идет формирование уже мягкотканного компонента. В данном случае мы высказались о наличии хондросаркома у пациента 45 лет. Но гистологически здесь была верифицирована хондробластическая остеосаркома. На левой половине слайда также определяется образование хрящевого матрикса с наличием частичной картикальной деструкции. В данном случае это уже хондросаркома G1, высокодифференцированная. Далее подразделяется эндостальная картикальная деструкция, тоже характерна для доброкачественных образований. В частности, здесь продемонстрирован фиброзный картикальный дефект, точнее, неофицирующая фиброма. Мы видим разрушение эндостальной пластинки, но, тем не менее, сохраняется перевоз, он истончен. Вздутие кости происходит за счет резорции эндостальной пластинки и в то же время кости образования за счет перевоза. В данном случае это дистальный отдел плечевой кости. Мы имеем образование дольчатой структуры с наличием, точнее, ячейстой структуры с наличием уровней седиментации. Это анеурезмальная костная киста. Дальше отсутствие картикальной деструкции и возможности ее визуализации при помощи магнитно-резонансной томографии. В данном случае имеется остеобластическая остеосаркома дистального отдела эпимета диафиза бедренной кости с наличием выраженного пароассального компонента, но, тем не менее, мы можем проследить картикальный слой данной кости. Далее хотелось бы продемонстрировать возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации опухолевой инфильтрации при отсутствии изменений, разрушений костных балок. Данный случай был сравнительно недавно. Ребенок с достаточно длительным анамнезом. Основной диагноз у него – это саркома Юинга теменной кости с интракраниальным распространением, с наличием метастатического поражения спинного мозга. Мы 3 месяца назад закончили курс лучевой терапии на поражение метастатического спинного мозга, выполнили магнитно-резонансную томографию с целью оценки эффекта. Эффект был достаточно хорошим, но, тем не менее, мы определяем в задних отделах тела грудного 11-го позвонка достаточно хорошо накапливающий однородный контрастный препарат участок, который мы трактуем как метастатический, так как, в принципе, на Т2 взвешенных изображениях данный участок неоднородно гипоинтенсивного сигнала. Далее ему выполняется остеосинтеграфия с компьютерной томографией, на которых данных за МТС-поражение не выявлено. Мы достаточно хорошо визуализируем структуру позвонков. Далее, о чем хотелось бы поговорить, это об оценке структуры и что необходимо указывать или визуализировать с помощью магнитно-резонансной томографии и возможности, в принципе, визуализации магнитно-резонансной томографии в наличии патологического кости образования, жидкостные включения, ячеистость с уровнем седиментации, хрящевой матрикс, включение жировой ткани, наличие фиброзных изменений на фоне либо после проведенного химиотерапевтического лечения. На данном слайде хотелось бы продемонстрировать патологическое костиообразование у двух остеосарком. Это два пациента. В правой половине слайда имеется достаточно крупное поражение дистальных отделов бедренной кости с наличием вот такого гипоинтенсивного участка на стирпоследовательности. И, соответственно, здесь он в край немножечко на Т2 взвешенных изображениях. Также структура опухоли с наличием ячеек и уровней седиментации. В данном случае дистологически это остеобластическая остеосаркома со скудной продукцией остеоида. На левой половине слайда аналогичная остеобластическая остеосаркома дистальных отделов бедренной кости, но уже с наличием выраженного костиообразования, выраженной продукцией остеоида, что, в принципе, хорошо видно по данным МРТ на стир изображениях. Мы видим гипоинтенсивные и неоднородные участки. Также мы видим на Т2 взвешенных изображениях аналогичные гипоинтенсивные участки, что, в принципе, характерны для костиообразования. Также хотелось бы обратить внимание возможности магнитно-резонансной томографии в отношении визуализации хрящевого матрикса, то есть хрящообразующих опухолей. На данном конкретном примере. В данном случае это женщина 55 лет с наличием образования в левой подвздошной кости с мягкотканным компонентом, который, в принципе, достаточно однородный, гипоинтенсивный на Т2 с участками вот такого гипоинтенсивного неоднородного сигнала. И при внутривенном контрастировании на изображениях Т1, взвешенных с жироподавлением, мы видим характерное накопление парамагнетика периферическими отделами, а также вот такими вот перегородками. Это обусловлено тем, что основная масса опухоли представлена гиалиновыми ячейками гиалина, а непосредственно на перегородке это фиброваскулярная строма. Достаточно характерный признак хрящообразующих опухолей. В данном случае это была подтверждена хондросаркома G3. Дальше поговорим немного о перостальной реакции. Есть ее морфологическая классификация, есть рентгенологическая. И, в принципе, рентгенологическая классификация достаточно хорошо вписывается в магнитно-резонансную томографию, что хотелось бы продемонстрировать на данном слайде. На первом изображении мы видим достаточно четко выраженную однослойную перегородную реакцию при доброкачественном процессе. Это стресс-перелом. На втором слайде мы видим многослойную перегородную реакцию наслоения перегоста при остеомилите. А на третьем слайде это остеогенная саркома со спикулообразной перегородной реакцией с достаточно выраженным мягкотканным компонентом. И на четвертом изображении это гетерогенный характер переостальной реакции. Далее сравнительный показательный слайд возможности магнитно-резонансной томографии в оценке переостальной реакции. На первом изображении это рентгенологическое изображение, достаточно хорошо видно гетерогенная переостальная реакция, дальше компьютерно-томографическая и магнитно-резонансная, что в принципе достаточно хорошо визуализирует данную переостальную реакцию. Несколько, пару слов хотелось бы уделить МР-планированию биопсии, так как в нашу клинику достаточно много поступает гетерогических препаратов на пересмотры, и уже непосредственно на диагностической группе, на диагностическом консилиуме очень часто, ну и точнее не редкость, бывают ложные негативные результаты, нам приходится переделывать биопсию и повторно собираться по данным случаям. И что следует сказать, что от рентгенологов требуется четкая локализация, описание четкой локализации, подробное описание структуры опухоли и изменений в прилижайших мягких тканях. Потому что в первом случае забор участка был осуществлен из перитуморозного отека, а уже непосредственно при нашей биопсии, когда мы провели МР-планирование биопсии, мы указали возможные места нахождения опухолевой ткани, вот это, допустим, перегородки в теленгиоктатической остеосаркоме, откуда был взят материал, и действительно гистологически все это подтвердилось. Но также несколько слов следует сказать о достаточно таких инновационных, своего рода для опухоли костей в методиках, это диффузионно взвешенные изображения. Существует ряд работ, которые доказывают достаточно хорошую специфичность и чувствительность данной методики, даже сопоставление непосредственно ИКД, измеряемого коэффициента диффузии между доброкачественными и знаклаживающими образованиями. Но, тем не менее, в практике это не особо применяется. И вот я, допустим, привел пример, то же самое хондросаркома G3, левая подвздошная кость с мягкотканным компонентом. Мы определяем зону интереса, точнее, выделяем зону интереса и получаем значение, измеряемого коэффициента диффузии 2,6, что, в принципе, не соответствует тем работам, которые имеются в литературе. То есть данная область требует дальнейших исследований. Также следует указать несколько слов по поводу методики динамического контрастного усиления в отношении дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных образований костей. Существует определенная достоверность в зависимости между типами кривых и непосредственно образований доброкачественных либо злокачественных, приведены в таблице. Также хорошую достоверность они продемонстрировали в отношении оценки эффективности химиотерапевтического неодевантного лечения. Также ряд работ достаточно интересных демонстрируют наши коллеги из Нидерландов, где, в принципе, они исследовали хрящообразующие опухоли. В частности, на данном рисунке изображено попиксельное изучение, исследование каждого участка образования и с последующим анализом, где, допустим, в данном случае они высказались по поводу хондросаркомы G1, то есть высокодифференцированной, либо атипичной хондроматозной хрящевой опухоли. А это достаточно сложная диагностическая задача для специалистов лучевой диагностики, а также для морфологов. В общем, тоже здесь достаточно обширное поле для исследований. Что еще хотелось бы отметить, несмотря на все новшества и возможности магнитно-резонансной томографии в дифференциальной диагностике опухоли костей, все-таки необходимо собирать консилиумы междисциплинарные, где будет присутствовать морфолог, онколог, рентгенолог, либо специалист лучевой диагностики, и, соответственно, обсуждать практически каждый случай, потому что дифференциальная диагностика опухоли костей требует вот такого вот междисциплинарного внимания. Спасибо вам большое.